В этом году впервые Старооскольский бессмертный полк пройдет по новому маршруту. Колонны формируются вот здесь, в центре города, на улице Ленина, недалеко от проходной мехзавода. Во время Великой Отечественной войны там был мобилизационный пункт. Отсюда старооскольцы уходили на войну. Из 40 тысяч не вернулись больше половины. Зато сегодня их дети, внуки и правнуки с фотографиями в руках, можно сказать, вместе с ними, пройдут до площади Победы. Длина маршрута 5,5 километров, но в шествии участвуют даже годовалые малыши. Нужно помнить наших героев и, естественно, показывать будущему поколению, что об этом нужно помнить всю жизнь. Это мой отец Григорий и его братья Иван и Василий. Все фронтовики, все прошли с боями, все израненные, но остались живы. Видно, мать их отмолила. Это мой папа. Он участвовал в Телеградской битве. Получил ранение. И было увольнение по ранению. Это мой папа, капитан инженерных войск, который служил в армии с 40-го по 56-й год. А это мой тесть, Пеляй Викторович Павлович, который имеет медали за взятие Варшавы, за взятие Берлинова. Это вот фотографии 45-го года. Летчики, танкисты, партизаны, работники тыла – сегодня они снова все вместе в одной победной колонии. Ведь они живы, пока жива наша память. В этом году в Староскольском бессмертном полку участвует более 10 тысяч жителей. Это рекордное количество. Сюда пришла и я вместе со своим дедушкой Равинских Афанасий Николаевич. Он прошел всю войну, но по состоянию здоровья не мог участвовать ни в одном шествии или параде. Поэтому сегодня я с ним. Масштаб шествия хорошо виден на этих кадрах. Кажется, что сегодня весь город вышел на улицы, чтобы сказать спасибо, чтобы порадоваться мирному небу. Екатерина Равинских, Сергей Кириченко, Жанна Краснянская. Новости Миробелогорья. Равинских, Сергей Кириченко, Жанна Красняк.